Давайте спустимся. Сотрем свои руки в кровь. Вот это же ровня, к которой можно добраться именно только таким вот макаром. И, по-моему, здесь больше даже ничего не нет. Кроме этой же ровни. Да. Ни одного интересного предмета. Ну что ж, ладно. Спускаемся сюда. Здесь мы уже были. Это самая братская могила. И опять мы вернулись сюда. Теперь можно видеть, что там внизу все горит. Так. И вот как раз мы вот только что ходили в этот секрет. И теперь мы можем продвигаться дальше. Потому что там мы... Вроде как все собрали. Если я что-то упущу, а это вполне вероятно, особенно в этой локации, пишите мне. Я вам буду очень признательно. Так. Главное сейчас тут как-нибудь тупо не сдохнуть. Лохмоть из заключенного. Так. Статуи. Еще так все стоят так неприметно. Что самое западло, что даже плюются ядом даже те, которые... Кто сказал? Ну... Лежал-лежал, понимаете. Что-то дальше лежал. Кнут под угрозой. Но в этом ничего не страшного. Даже если он сломается, он все равно будет эффективно выполнять свою роль. А именно в основном это поломка статуй. Для урона он нам особо и не нужен. Так. Здесь у нас... Все. Этими же ровнями я как бы даже себе вот отмечаю. Что я там был. Туда уже идти не нужно. Так. Куда теперь? Куда теперь? Поставили, конечно. Здесь у нас очередной подвесной мост. Там внизу мы уже были. Это уже второй. Здесь тоже можно провалиться где-то вниз. И лучше этого не делать. Я не помню. Там лежат кое-какие в бочках предметы. Они очень важны. Но на самом деле мы туда можем пройти с другой стороны. Лучше это сделать другим образом. Потому что тогда, если вы туда упадете, вы пропустите очень важную часть локации. Так. Здесь вроде наверху все. А именно вот это вот место. Потому что сюда другим макаром, по-моему, попасть не представляется возможным. Ух ты. Насколько здесь различной отвратительной фауны здесь водится. Именно гнилая смола. Так. Эти шаги меня пугают. Это похоже где-то внизу. Вот еще у нас несколько звезняков летающих. Так, туда мы вниз сейчас пойдем. Но для начала давайте исследуем эту пещеру. Так, вот она у меня тоже под угрозой. Но нам осталось совсем немного до костра. Я думаю, что я дотяну. Большой щит с глаза. Такой вот прикольный с рукой щит. Большой щит неприятного вида. Покрыт бесчисленными отпечатками рук. Его настоящее происхождение неизвестно. Никакая полировка не способна удалить с него таинственные отпечатки рук. Эффект поглощает здоровье. Прекрасный эффект. Имеется ввиду здоровье врагов. Но у меня не хватает на него силы. Но щит выглядит очень прикольно. Так, я потушил свой факел. Но здесь у нас есть от чего зажечься. И вроде как тут наверху все. Можно спуститься немножко ниже. Так, главное не провалиться в яму. Здесь это очень просто сделать. А также не пропустить чего-нибудь интересного. Да, особенно провалиться куда-нибудь вам с удовольствием помогут вот эти вот парни. которые находятся в таких вот очень прекрасных местах. Где проще всего упасть. Катана ломается. Как можно видеть здесь вот такое вот огромное насекомое. Похоже на королеву муравьев. Ее пары по-моему лечат яд. Либо восстанавливает здоровье. Ну нет, здоровье они не восстанавливают. По-моему лечат яд. Ее можно убить. Если она вам сильно отвратительна, можете ее грохнуть. Но она ничего не даст практически. По-моему она что-то там дает. Какой-то ядовитый мох либо что-то такое. Спасающий от яда. Но я пожалуй оставлю ее в живых. Пусть живет. Душ она по-моему тоже не особо много дает. Пусть живет. Не буду убивать тех, кто... Отравленная стрела. Так, а я там не пропустил. Нигде. Что можно было бы поджечь? Что-то... Здесь не было. И туман войны. Причем сюда можно было прийти как раз с другой общей стороны. Ну сломан. Прекрасно. И катана сейчас похоже тоже у меня сломается. Надо поставить что-нибудь другое. Что у нас там есть? Ну например обычную саблю. Почему бы и нет. Здесь у нас очень интересное место. Здесь дофига лестниц которые идут вниз. Здесь вот можно спуститься здесь. Так, давайте сломаем эту стаблю. предмет, которого нет. Можно спуститься получается одна лестница здесь. Три лестницы в середине. Отсюда мы пришли. Идущие статуи. У нас тут есть. Так. Еще можно спуститься вот здесь. И по-моему даже еще и там. Аж вот здесь. Либо еще и вот здесь. То есть вариантов огромное множество. И это конечно очень сильно запутывает. Если честно я даже сам не помню где наиболее эффективно спускаться. Но перед тем как спускаться давайте сделаем одну вещь. Нужно сломать здесь где-то проход. Да, вот. Это как бы секрет но не совсем секрет. Как раз если бы вы упали там где я не рекомендовал падать вы бы пришли вообще с этой стороны. Не добрались бы до этого костра не проходя даже через туман войны. Это конечно очень специфично. Но и так. Так да. Надо бы восстановить силы. И давайте посмотрим что у нас здесь. Здесь у нас по-моему здесь или где-то рядом. Не знаю кто где-то должен быть здесь. очередной чертов невидимый полый. Либо он рядом с костром либо он где-то тут рядом с жаровней. Где-то я его явно упустил. Упс. Блин, точно же я бы отдохнул возле костра и восстановил всех. Милая смола. Придется еще раз всех убить. Так. Ты не здесь? Да, вот он по-моему. Или не он? Вот он. Кое-как. Ну помимо него блин то дайте вы мне в какую они не хотят мне тут спокойно дать жить. Я уже пожалел. Даже что отдохнул возле костра. Так. Давайте вернем нашу Катану наверное. Блин. Похоже они сейчас со всей локации сюда сбегутся. Надо отсюда валить как можно быстрее. Но перед тем как валить отсюда быстрее здесь по-моему у нас есть как раз этот чертов моталек. Я только не помню здесь он или где-то в другом месте на него центр централизовка не помню наводится или нет. который этот моталек ничего интересного не дает но вот он есть. И мне надо вспомнить либо он здесь либо я уже его где-то пропустил. Проблема в том что он невидимый. Ну как бы он не то что невидимый он прозрачный. Так. Но похоже он все-таки не в этом здании но он здесь где-то рядом. Так. Ладно. Здесь нам осталось как раз пройти в то самое место куда можно упасть сверху если пройти вот по тому мосту. Как раз можно упасть в эту хибару которая не стал падать. Но здесь у нас целая артиллерия из плюющихся статуй. Обязательно грохнуть. Потому что тогда они на меня напуляют полный зад и я даже не смогу перепрыгнуть. Нам нужно перепрыгнуть на ту сторону. Аккуратненько. Не торопясь. Там еще собака гуляет. Немножко зажечься. Так. Стоп. Я же вроде хотел поставить катану. Так. Вот это не очень хорошо. Собака какая-то не очень активная. Слава богу. А, вот он. Господи. Ну его тут, конечно, тяжело не заметить, наверное. И что же он нам дает? Сумеречную траву. Да. Ну, для магов, возможно, это неплохой предмет. И как раз это та самая хибара, в которую можно упасть перед мостом. И отсюда добраться до костра с другой стороны. Главное убить издалека эти статуи. Чтобы они вас не сбили в прыжке. Они это очень любят делать. Так. Ну что ж. Давайте куда-нибудь спустимся. Посмотрим, примерно, куда эти лестницы идут. Так. Вот это на центральную. Давайте, наверное, на нее и спустимся. Мы почти добрались до самого низа. Но это только почти. Так. Самое еще западло в том, что здесь, на этих платформах, прячутся парни, которые взрываются и скидывают вас в самый низ. вот это вот самое печальное. Так. Там вот в бочках что-то виднеется. Надо бы туда как-то сгонять. Сломаем. Труп не упал, я думаю, может быть, он упадет вниз. Ну что ж, ладно, костер тут рядом. Да. Ну и я не помер. И это хорошо. Но... Так. И хорошо, что парень подорвал только что там наверху сам себя. Я попал в достаточно нужное место. Лежит огромная дубина. Очень большая дубина. У меня есть большая дубина, а эта дубина еще больше. Гигантская деревянная дубина... Мать. Какие же вы умные, а? Хорошо ориентируются на местности. Гигантская деревянная дубина, сделанная из ветвей огромного дерева. Ее цель крушить врагов. Просто, но невероятно эффективно против обычных щитов. Хорошая дубина. Против красных фантомов сам АТО. И что-то я вспомнил про свою дубину и реально что-то захотел ее поставить. Теперь я даже могу уносить ее в одной руке. Это даже, это даже возможно хорошо, что я упал. Так, главное сейчас зачистить низ. И только после этого зажечь последний светильник. Потому что параллельно биться с фантомами и с этими полами у меня нет никакого желания. И здесь как-то очень темновато, да. Туман тьмы. Давайте раз прочитаю, то я потом точно забуду. Порча на время, создающая густое облако тумана. Вдохнувшие, этот туман немедленно получает отравление. Эту порчу по причине видимых симптомов относят к отравлениям. Но на самом деле она поражает саму сущность жертвы. Именно такие особенности порча привели к ее запрету. Катализатор посох. Так. Теперь нужно понять. Как мне подняться на рот? Ну, да, начало все соберем. Целых 20 самоцветов жизни. Ух. Здесь у нас несколько лестниц наверх. Раз, два. Так. Этот проход ведет дальше. Поэтому мы туда пока не пойдем. Так. Три. Так. По этой лестнице есть подняться. Это как раз я поднимусь к сундуку, где лежала огромная дувина. Ну что ж, давайте поднимемся тогда по этой лестнице. Посмотрим, что там. А! Прекрасно, да. Отсюда, по-моему, как раз мы можем подняться на самый верх. Ну, может, не совсем самый верх. Ну-ка, давайте для надежности я верну кольцо кошки. Возможно, это меня спасет, если я вдруг неудачно совершу очередной прыжок. Так, наверх нам точно не надо. Нам нужно как-то попасть на эту чертову платформу. Возможно, на нее попасть можно... Да, на нее можно попасть более легальным путем, если спуститься, ну, не прыгая, а спустившись по другой лестнице. Ну, давайте спустимся по другой лестнице. Так, эта лестница должна быть... Так, не отсюда. Блин, они даже здесь умудрились сделать некий лабиринт. Какая прекрасная локация. Так, вот то самое место. И отсюда нужно аккуратно упасть сюда, чтобы забрать... Я надеюсь, что-то важное. Нет, всего лишь нам просто гнилая смола. Да. Так, гнилая смола. Отсюда можно... Можно спуститься вниз, но только нужно делать это как-то посторожнее. Да. Хорошо, что я поставил кольцо кошки. Я думал, что я бегом... Так, нет, не сюда. Бегом добегу. Но нет, нужно было прыгать. Окей. Давайте сразу зажгем все оставшиеся сети фонари. Так, где-то еще тут... Здесь у нас еще один остался. Надеюсь... Нет, это еще не последний. Так, и по-моему... полый, ты тут? Где-то на одной из этих платформ он есть. То ли на самой верхней, то ли на нижней. Тени я вот как-то не очень наблюдаю. Здесь его, похоже, нет. Значит, где-то ниже. Парень-то здесь? Так, такими темпами сейчас сам упаду. Так, нам нужно подняться по той лестнице. Ладно, давайте спустимся, поднимемся по другой лестнице, и там... Надеюсь, что это последний фонарь. Да, охота за этими невидимыми полами это то еще приключение. Ну, пожалуйста, вторгайся. Но, к сожалению, возможно, нужно спуститься вниз. А, так я же внизу еще не все зажег. Торможу. Здесь же у нас еще внизу есть. Да, есть. Обитатель трущоб. Так, где ты? Ой, хрена, турецкий обитатель трущоб. Дабы упростить себе жизнь. Да, я сделаю не очень честную против тебя. Использую огромную дубину. Точнее, большую. И он дает сет черной ведьмы. Очень красивый сет, кстати. Ну, и человеческую фигурку в придачу. Так, и вроде как я все собрал в помойке, кроме одного чертова невидимого полого. Так, дамы и господа, похоже, я его нашел. он тут сидит, оказывается, в углу. Вот он. Гладкий, шелковистый камень. Это вот на платформе с жаровней, которая находится чуть ниже самой той первой платформы, на которую я спускал в самом начале. Ну что ж, все. Теперь я надеюсь, что все. Помойка зачищена одна из самых проблемных локаций, где легко что-нибудь пропустить. И мы готовы продвигаться дальше, вглубь, еще глубже. Помойка это еще не самое глубокое, что могло быть. Ароматная ведь былова. Тут тоже есть еще одна жаровня, но она уже особо не нужна. Ядовитые статуи уже имеют такой вот ядовитый оттенок. Тут у нас такая вот расщелина. Локация так и называется Черная Расселина. И что самое приятное, то что здесь практически в самом начале есть костер. Давайте продолжим. Локация небольшая, но очень противная. В основном благодаря вот этим плющим со статуем и другой различной живности. Но также здесь есть очень жесткие тоже секреты и всякие блин и куча различных вторженцев. В том числе и рандомный фарлон, который мог бы и не вторгаться бы ко мне, но он фарлор одним словом. Решил, почему бы мне до кучи еще не вторгнутся. К тому же его еще и там можете увидеть целая артиллерия залпов в него летит из яда, но что-то как-то не особо и вот это отравляет. Я вообще не вижу, что по-моему, что-то жизнь это хоть сколько-то снялось. Да, фарлон не так прост. Умеет выращиваться. Окей. Да, я читер. Я буду пить. Ну, фарлор тоже в какой-то степени читер, потому что у него что-то уж слишком много жизни. К тому же он еще и очень какой-то верткий. В отличие от других фантомов. тут еще и место такое отвратительное. Чуть влево, чуть вправо и человеческая фигура. Оно того стоило. Так, где-то тут у нас есть секретик. Тяжело разглядеть без факела, но он там есть. И вот эта вот морда. Вам никого она не напоминает? Так, ну-ка. если играть в онлайне, то можно легко заметить нужное нам место. Потому что там будет светиться какой-нибудь знак либо пятна крови, по которому можно сориентироваться, что именно там находится нужный мостик. А, вот он как раз. Так, главное аккуратно. Здесь у нас скрытая такая очень скрытая встреча с Лукотиэль, которую, кстати, нельзя пропускать, чтобы продолжить ее квест. Мои думки очень скатерны. что это скрытая? Это вопрос в моем мозге, но я не собираю это ответить. Слышь меня не конец. Слышь память, слезь 自身. Если я сказал, что вы убили, я свободен от этого скрытая, тогда я вырежу мою штуку без тезидача. Я не Я не хочу смерть. Я хочу существовать. Я бы уничтожил любое, любое, для этого. Это мило меня, но это правда. Иногда я чувствую себя обсессованным с этим невероятным образом называемым «сов». Даже так, я предупрежден его. Я не могу сохранить. Я не могу, чтобы чувствовать так... Наверное, ты сделаешь так же, как мои шеи. Может быть, мы все уничтожены. В момент, когда мы родим. Иногда я чувствую, что даже... Что-то наша лука совсем приуныла. Может быть, мы все уничтожены. Так, и мы выходим немножко с другой стороны, тем самым мы как бы обошли эти масляные лужи. Но я все равно их на всякий случай сожгу. Потому что в них таится много различной гадости. практически в каждой сидит какая-то тварь. Так. Не понял. Ну... Чё, надеваете, что ли? Статуи, выпустите меня. Ну, ёп! Чё, и травили. Так. Так. Надо срочно что-нибудь сожрать. Противление. Пока я тут ищу, у меня жизнь закончится. Ну ладно, уже можно не жрать. Кто же у нас здесь появился? Огромные фаллические черви. Охотник-одиночка Шмидт. Ну, давайте его призовем. Пусть он тут помучается. Полка от него будет наверняка мало. Пусть побегает. Так. Здесь у нас есть пещерка. В которой... Здесь маленький сундук и... Везлостно смотрящий на меня статуи. Шаттел и большое волшебное оружие. Изогнутый меч уникальной формы. Имя его создателя неизвестно, но он определенно был выдающимся мастером. Изогнутое лезвие способно обходить щит и попадать по туловищу противника. Для этого используйте сильную атаку. Ну, большое волшебное оружие не имеет какого-то определенного лора. Подобные заклинания мы уже читали. О! Я-то думал, ты там воюешь. С кем-нибудь, например, с этими чертовыми статуями. А он тут стоит, прохлаждается. Все придется делать самому. Обычно. Черви только могут пугать и сталкивать в яму. Куда он там стреляет? Куда он там стреляет? В статую, что ли? Он что, больной, что ли? Он реально хочет сломать статуи своим стрелам. Останки жизни. Факел. Что-то совсем мало у меня жизни осталось. Здесь можно призвать еще и робкого Рея до кучи. Давайте тоже его призовем. Сейчас мы просто устроим тут фантомную дуэль. Робкого Рейма уже раньше призывали. Смотрите, что творит. Реймбог. Как бы он только хуже не сделал, а? Нам всем. Ну, хотя... Вполне неплохо. Но я все-таки, пожалуй, подстрахуюсь и... Сожгу тут все в черте. Здесь еще прилично прячется этих тварей. Чистый самоцвет. Кости. Целых два вторженца. По-моему, если не призывать фантомов, они вторгаются поодиночке. Так, у меня много помощников. Они решили вторгнуться одновременно. Вот черт. Кажется, я слишком поторопился. Сквозь артиллерию залпов. Давайте посмотрим, что тут происходит. Так, кажется, они хотят опустить нового уроку урора. Попробуем не дать им этого сделать. Еще эта тварь тут появилась. Такое ощущение, что они действуют синхронно. Дети леса, блин. Прикольно. Они еще и эст успеют. Так. Ну и этого было мало. Разработчикам сделать один уступ с секретом. Здесь есть еще и второй уступ с секретом. Который находится здесь внизу. Так, а что у нас здесь? Здесь у нас еще один сундук. Небесное благословение всего лишь. Ничего интересного. Помимо этого, здесь есть еще и такой полускрытый проход. Со статуей. Да, и чтобы еще туда пройти, нужно обязательно убить эту... Черт. Здесь у нас ключ-камень Фарреса. Запасной выход. И... Лука. Ну, мы уже призывали Луку три раза, поэтому призывать ее на следующего босса уже нет необходимости. Поэтому мы не будем этого делать. И здесь вот для меня возникает вопрос. Сходить ли сюда вниз сейчас, либо попозже? Ну, давайте сходим сейчас. Здесь у нас очередная закрытая дверь. Уже третья по счету. И вроде, как кажется, хватит. Но не хватит. Здесь можно спуститься еще ниже. В бездну. Уже в самую бездну. Такой вот супер-секрет. И когда я сюда первый раз попал, мне аж мне стало страшно, когда я увидел эту. Вдалеке. Особенно, когда играешь ночью, ну... Реально это может напугать. Огромное, мать его, количество... Гигантов. По идее, их здесь должно быть всего два. Но их здесь стало больше. Все это похоже, опять же, из-за того, что я призвал на помощь. Я понял, какое-то кольцо плюс один. Кольцо гигантов, да. Это было кольцо гигантов. И если бы не вот эта пещерка, это место было бы смертельно. Смертельно опасным даже против двух гигантов. Но сейчас их там сколько там? Четыре, по-моему. И это место превращается в полную задницу. Отправляющие стрелы, зажигающие стрелы. Эти гиганты неплохо отравляются. По-моему, хватает трех или четырех стрел. Четырех. После этого можно пострелять другого. В ближний бой идти против четырех это смерть. Даже один может достать проблем. Но не говорю уже про четырех. Я бы их не убивал, но есть одно но. Они дают один очень нужный предмет. Устоять! Попад. Однажды. Субтитры сделал DimaTorzok И попробуем завалить его в рукопашную И последний из них дает душу гигантов и забытый ключ Душа гиганта, пришедшего покорить Дранглик Сможет ли смерть упокоить гнев гигантов и унять их ненависть к королю? Или она лишь распалит его? Можно использовать для получения душ, но... Но это но мы узнаем позже И забытый ключ Ключ, который вы нашли в помойке У него затейливая форма, но происхождение его неизвестно Помойка в Маджуле место, куда выбрасывают всевозможную гадость и мусор Там сплошная грязь, нечистоты и разруха И это тот самый ключ от тех самых дверей, которых я уже повстречал Аж три штуки Но пока никак не мог открыть И вот наконец-то я смогу это сделать Так... Я пошел отсюда И надо потихоньку отсюда как-то выбираться На той стороне что-то есть Попробуем аккуратно взять серебряный талисман Четыре штуки Лучше бы талисманов Лойда бы мне подкинули И мы возвращаемся наверх В принципе Вроде как все И мы можем идти к боссу Ну, разве что Осталось тут Уничтожить несколько десятков этих чертовых статуй Которые так просто не дают пройти к боссу Они еще так поставлены очень хитрым образом Чтобы одна другую прикрывала Если прислушаться, можно услышать То ли какую-то зловещую музыку, то ли какой-то плач Так, я думаю Стоит поменять кольцо кошки На что-то более вменяемое Босс не очень сложный И ему же можно отрубить Кое-что КОНЕЦ КОНЕЦ И это у нас Гниющий Очередной обладатель Великой Души Который как бы вот состоит Из кучи Извивающихся тел И ему можно отрубить руку Не знаю, получится у меня это или нет Но если это сделать Отпусти меня, сволочь Зря, зря я это сделал Если это сделать, то из его руки Выпадет Камень Фараса Что является неким намеком На то, кем Кем был Гниющий до того Как стал Гниющий Что-то вот У меня не очень получается Пока что отрубить ему Потому что очень Опс, убегаем Потому что очень часто Да Убегаем на конечность Да Убежит Камень Фарас Подлечимся До того, как мы к нему зашли Он тут занимался Собирательством этих статуэток И эти статуэтки Встречаются Встречаются здесь повсюду Но Также эти статуэтки Можно обнаружить И в другом месте Что также может указывать На то Что Гниющий до того, как был Гниющим Был Знаменитым Фарасом Душа Гниющего Обитающего На самом дне помойки Гниющий принимает Все и всех В своем святилище Ненужных И выброшенных вещей Использовав Душу Гниющего Можно получить Ножество душ Ну и Тому подобное Так Там Вдали Леднеется Предмет Огненное семя Так Пожалуй Надо бы побольше Восстановить Здоровье Что-то такое Он очень прилично Сносит Так И здесь Есть проход Который Который Можно Сразу и не заметить Он как бы Здесь спрятан За дымкой У нас есть Сундучок Нечто окаменевшее Фемиан Скептика С кемиан Простака Ничего особенного И это У нас Вход В очередную DLC Я бы сказал Такой Ядовитый DLC Ну а мы Тем временем Раздобыли Третью Великую Душу И готовы Вернуться В Маджулу Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...